Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте, в эфире телеканал Айтон ТВ, программа Тема дня. Меня зовут Александр Гурарье. В Израиле продолжается война, идет вторая фаза наземной операции. ЦАУ наступает в Газия, отсекает северную часть и атакует на южной части. Но в это время в самом Израиле происходят очень интересные политические события, о которых мы поговорим с Давидом Эдельманом, историком, политтехнологом. Давид, привет, добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу обратиться к вам, дорогие друзья, подписывайтесь на наши каналы. В Ютубе, кто не подписался, подключайтесь к нашему Телеграму, там мы публикуем интересные материалы, которые зачастую нельзя публиковать на других платформах. Ну и с благодарностью принимаем донаты. Там под этим видео есть кнопочка «Супер спасибо», а с другой стороны кнопочка «Стать спонсором». Кроме того, жмите лайки, делайте перепосы, отправляйте друзьям по мессенджеру и по WhatsApp, и помогите каналу, чем может. Да, кто чем может, тем поможет. Спасибо. Итак, Давид, сегодня арестован, точнее задержан, милуимник, солдат милуимник, который во время теракта в Иерусалиме по ошибке застрелил человека, который, собственно, нейтрализовал террористов. Это гражданин Израиля, адвокат, который сделал все для того, чтобы, так сказать, показать, что он не террорист. После того, как он обезвредил террористов, он положил оружие на асфальт, он встал на колени, поднял рубаху, чтобы показать, что на нем нету... Снял куртку. Снял куртку, да, и положил свой бумажник рядом с пистолетом на асфальт и кричал «Я не террорист», кричал он на иврите, и тем не менее он был убит. Ну и параллельно сегодня же, такой у нас сегодня урожайный день, ушел в отставку руководитель отдела лицензирования оружия при Министерстве внутренней безопасности. Как, на твой взгляд, связаны все эти события? Давайте начнем с ареста. Арест произошел ночью, и он арестовывал не обычной полицией, а военной полицией. Военная полиция задержала ночью вот этого резервиста Авиада Фариджу, который убил на прошлой неделе в Юго-Сариме Ювалия Дарона Кастельмана. Действительно адвоката, был теракт в Юго-Сариме, на теракт прибыл вот этот адвокат, он выскочил, есть видео, он нейтрализует террориста, делает все, что необходимо, после чего вмешивается вот этот солдат, и направляет наружу на него, он бросает оружие, поднимает руки, снимает куртку, на чистом еврите кричит, что он не террорист, но солдат решает, несмотря на то, что человек с поднятыми руками и так далее, решает его, что называется, нейтрализовать, то есть убить. Причем он совершает, делает несколько выстрелов. Да, делает несколько выстрелов. Теперь, что интересно, солдат говорит, а я типа думал, что это араб-террорист, но он не имел права стрелять даже в арабо-террориста. Который положил оружие, который поднял руки, да. То есть уже нейтрализован, он уже не представляет опасность. Он по армейским нормам не имел права стрелять, но тут мы выходим к ситуации, которая у нас была в отношении Элёра Азари. Это целый ряд политиков и те, которые находятся сейчас. Давид, поясни, кто такой Элёра Азари, далеко не все это знают. Элёра Азари – это военный был парамедик, который, прибыв на место, увидев раненого террориста, который был без сознания, решил его пристрелить. И он его пристрелил, потому что он террорист. То есть он пристрелил человека, который не представлял опасность, лежал уже в бессознательном состоянии и так далее. При этом огромное количество народов в Израиле, журналистов и политиков, как те, которые сегодня в коалиции, так и некоторые, которые сегодня в оппозиции, они выступили в защиту Элёра Азари. Почему? Потому что террористов надо убивать. Подразительно, если они не приставляют укроту, все равно террорист не должен вернуться в задание живым. Он не должен попасть в израильскую тюрьму, он должен быть уничтожен. Подождите, не по закону? Да, не по закону. По понятиям. Да, когда уже было тогда это дело, тогда уже говорили, смотрите, рано или поздно такое отношение придет к убийству израильтянина и еврея. Не только израильтянина, не только не террориста, еврея, а в данном случае еще и героя, который террорист нейтрализовал. Но вот эту адженду убей террориста и вообще наплевать на законы, наплевать на нормы, наплевать на это, устав, что называется. Вот эта вещь, она стала аджендой и для кучи политиков, и для определенных СМИ. Ну, допустим, Минон Магаль, главный ведущий 14 канала. Он просто это из передачи-передачи проповедовал, что нельзя брать террористов в плен. Их надо приходить или Ашмидт уничтожать и уничтожать. Подождите, а если не по закону, то откуда мы будем знать, что террорист? Ну, типа, Господь разберется. Вот, и эта позиция, собственно говоря, люди, которые ввели эту пропаганду, они, безусловно, виновники смерти этого адвоката, героя Израиля, который нейтрализовал террориста, они являются такими же виновниками его смерти, как и этот Авиат Фариджи, который его пристрелил. Но, если бы тут, наверное, был бы кто-то, представляющий их позицию, во всяком случае, кто-то из партии нынешнего министра национальной безопасности, министра полиции, господина Тамара Бенгвира, то они бы со мной поспорили, собственно говоря, кто тут герой. Потому что депутат от этой Атмай-Иудит и министр, между прочим, в нашем правительстве, министр традиций, по-моему, еще и Гусалима, а Михаил Элиягу, он сегодня заявил Вайнету, что это Авиат Фариджа, герой Израиля. И призвал всех солдат делать так же, как он. То есть делать контрольный выстрел подобных случаях. Нужно добивать террористов, делая так, чтобы они были мертвыми. В данном случае не террорист, но, где это интересует, а Михаил Элиягу, нужно добивать. Ну, еврея добивать нужно. Ну, и, кстати, высказался наш премьер-министр, блеснул вообще ораторским искусством, который сказал примерно следующее, что да, он погиб, но это вот цена за то, что он спас людей. То есть примерно так. Да, он сказал, такова жизнь. Да. А Ганн сказал, он пытался поправить на Тони Элиягу, но он сказал, что это ошибка. Так, мне это все-таки не надо так вот, что типа пятики дело житейского убили израильтянина. Мало того, что нас Хамас убивает, нас еще будут убивать эти правые окупки. Но он сказал, нет, это ошибка. Вот надо. Но вообще это их позиция, что на Тони Элиягу вообще кощунственное, что Ганс явно недостаточная. Ганс явно старается пройти между струй и нравится всем по-прежнему. Она, это, конечно, возмутительно. Но вот после того, как мы слышим заявление вот такого о Михаиле Элиягу, мы понимаем, что такие убийства не просто могут продолжаться, они будут продолжаться, пока эти твари находятся на министерских должностях, пока они занимаются подстрекательствами и разжиганием, и пока они вредят Израилю. А то, что они вредят Израилю, в этом нет сомнения. Они убивают израильтян. А этот же Михаил Элиягу, это вообще очень известный человек в последнее время, потому что именно он предложил, ну, то есть мне сказал, что он не против сбросить на газу ядерную бомбу. То есть вот этим своим высказыванием он навредил Израилю гораздо сильнее, чем 10 роликов Хамаса, там каких-то патриотических, и там 10 демонстраций. 100 антиизраильских демонстраций. Да, согласен. Но это Михаил Элиягу, он же не просто так. Он внук главного сефарского раввина, вот, и он сын главного раввина Цфата. Ну, который во время коронавируса, я помню, это одна из вещей, как он мне лично запомнился, что во время коронавируса главный раввин Цфата сказал, что надо увеличить доходы от бизнеса. Вы помните, ну, то есть помнишь, это коронавирус, это как раз вот эти вот месяцы, когда все закрыто, еле-еле что-то открывает, сказал, надо увеличить доходы от бизнеса, надо вести особый цфатский кашрут. Есть такой обычный кашрут, есть кашрут вот такой вот более полный. Повышенный, да. Надо вести третью степень цфатский, который будет выше всех оттенков, за которую должны будут эти местные бизнесы оплатить цфатскому раввинату. Кидать в цфатский общак. Да. Слава Богу, что его вот тогда остановил русскоязычный зам мэра Аркадий Барст. Вот, но это... Но идейка была хорошая. Давид, ну... Мика такая, Мика или Ягу, вот этот, это... Именно этот человек, который сегодня назвал убийцу обезоружившего, террориста, назвал его на национальным героем. И еще более, может быть, позорно то, что вот моментально, когда это произошел теракт, на место теракта прибыл Итамар Бенгвир, министр национальной безопасности, и выступил. И, опять-таки, если факты не укладываются в наши концепции, тем хуже для фактов. Он выступил и сказал, что поэтому главное, чтобы было как можно больше оружия, оружия и оружия у населения. При этом он как-то не заметил, что это израильтянин убил израильтянина. То есть, с одной стороны, да, но этого Ювалия Дарвина Гассельман давно было оружие. Это не... Да, он в прошлом был боец пограничной службы МАГАФ. То есть, он как бы человек, который абсолютно законно владел оружием. И таким людям как раз оружие можно. Давайте он это доказал, застрелив террористов в считанные секунды. То есть, это террористы, которые открыли огонь по автобусной остановке и убили несколько человек. И жертв было бы гораздо больше, если бы он был. Конечно. Он самый первый подскочил. Теперь, кричать это... Ну, во-первых, вот тут было явно неуместно. А с другой стороны, вот мы понимаем, что если была вот такая эта жертва, то в ближайшее время, учитывая, что оружие дается непонятно кому, непонятно на каких условиях, у нас могут быть еще жертвы со стороны людей, которые вот сейчас получают оружие от Тамара Бенгвира. Именно потому, что это происходит дикий разгрузанная раздача оружия. Но сегодня глава отдела лицензирования огнестрельного оружия при Министерстве национальной безопасности Исраэль Ависар, он подал отставку. Подал отставку. Почему? Потому что он выступил, сказал, что должен признать разрешение на оружие. Выдает, дают люди, не имеющие соответствующих полномочий. То есть, выдают непрофессиональные сотрудники министерства, в которых есть какие-то нормы и, можно сказать, ослабить нормы, сделать что-то. Ну, то есть, вопрос, можно изменить норму. Но нельзя плевать о них. А выдает просто политический штаб Итамара Бенггира при его министерских канцеляриях. Они выдают, ну и в этот же момент из министерства уходит исполняющие обязанности генерального директора. Потому что говорит, что министерство идет в разгон. нарушается все возможные нормы. То есть, полиция, которая должна следить за соблюдением законов министерства национальной безопасности, нарушает нормы и нарушает законы. И как на это реагирует Итамар Бенгира, он говорит, что все это является результатом нападок Леба. Это самый простой способ. Да. Теперь мы понимаем, что сейчас раздаются оружия. И по идее можно было бы это оправдать. Но оружие нельзя раздавать его просто так непонятно кому. Оружие должно выдаваться на основе каких-то критерий. Нет, что значит каких-то? Есть абсолютно четкие критерии, кому можно выдавать правки и так далее. Если хочешь раздать большему количеству. Допустим, ты можешь что-то там подкрутить, что-то отслабить. Мы же понимаем, да? Когда... То есть вынести изменения в критерии выдачи лицензии на получение оружия. Смотри, когда император Николай I судил декабристов, его министр юстиции сказал ему следующую фразу. В чем разница между законностью и деспотией? Вау! Вы сами державные монарки. Вот разница заключается в том, что вы, господин император, ваше величество, можете принять любые законы, но после того, как вы их приняли, вы должны их соблюдать. Вот это понимали даже в императоре сходить. Более того, процедировавший эту историю Аркадий Беленков написал, что именно из-за этого понимания законности для того, чтобы расстрелять валютчика Рокотова в соответствии с советскими законами, при Хрущеве законы меняли три раза во время его суда. Чтобы расстрелять по закону. То есть нормы можно менять, законы можно менять, нельзя нарушать законы. действия. А вот то, что предлагает эта компашка, которая сегодня у нас в власти, что можно пелевательные законы, можно нарушать законы, можно ну, а нам плевать, и все. И что нам сделают? Да. Что нам сделают? Хорошо. собственно говоря, и есть наплевательская идеология 14-го канала, этих товарищей и так далее. При этом мы понимаем, что вот как в огромном количестве израильских закидонов все это является просто обезьяничанием плагиатом у американских консерваторов, у американских и кубиканцев. Мы на наших передачах говорили пару раз, у нас были передачи, о том, что чем отличается американский левый от американских правых, и что они взяли себе. Вот одни это на флаг, другие это. Это очень трудно понять, если смотришь, если ты не американец и не погружен в местную политику. Ну, например, вопрос об абортах. Мы говорили, республиканцы, они за жизнь, и поэтому они против абортов. А демократы, они за выбор, и поэтому они за аборт. Но республиканцы, которые за жизнь, они и за огнестрельное оружие. Вот. А демократы, они за больший контроль. Не за запрет, а за больший контроль. И тут действительно вещь, которую мы можем сказать, что вся эта идея раздачи оружия, она вытекает из-за споров о второй поправке Конституции США, которая гарантирует право на граждан на хранение и ношение оружия. Теперь вопрос, когда вступила в силу эта поправка. Там было 9 поправок, по-моему, 9 поправок, и она вступила в силу 15 декабря 1791 года. И вот эта поправка, она, в принципе, гласит следующее. поскольку хорошо организованное ополчение, в оригинале употребляет слово милиция, поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться. Имеется в виду именно ополчение. теперь в современной Америке, вернее, начиная с конца 18 века, есть спор о поправке, что она обозначает. То есть, мы можем это понять, когда это было принято. С одной стороны, вот тут вот в Канаде сидят французы, с другой стороны, в любой момент возможно новое нападение англичан, с третьей стороны гуляют банды самые различные, с четвертой стороны нападают индейцы. И в этот момент, ну, понятно, что американским колонистам хорошо организованное ополчение это очень важная вещь. Это для конца 18-го начала 19-го века. Теперь в 20-м веке есть продолжается споры. например, что значит хорошо организованное ополчение? Что это значит? Может быть, это надлежащим образом управляемое? Кем управляемое? Кто этой народной милицией будет управлять? Как она организована? Это вопрос. То есть хорошо организованное ополчение это не означает, что у каждого в домашнем хозяйстве должен быть рабовик. Но дальше вопрос а как это делается? допустим, один из основателей США он определил, что это означает участие в военном деле требует умения, навыков, дисциплины. Это занятие не дней и не недель. Это вещь, которая необходима. И поэтому граждане государства, во всяком случае мужчины, должны каждый год проходить военные сборы для того, чтобы иметь право на вношение оружия и в случае чего мы могли бы встать в строй. Это один паскорд. Может быть, его необходимо в Израиле, я например, за но при этом надо понимать, кто подходит для этого ополчения, кто не подходит, это не личное оружие, это оружие ополчения. Теперь, что обозначает хранить и носить оружие? Допустим, мы вот говорили о подвиге Инбара Рабин Либерман, которая умудрила защитить свой кибуц. Но в этом кибуце не было оружия в каждой комнате, в каждом доме. У них был особый склад, она была ответственная за этот киток камену, группу быстрого реагирования. Услышав выстрелы, увидев этот сигнал, в отличие от других поселенников бутов, она среагировала, быстро открыла, заставила всех взять оружие и встать на те места, которых они на регулярных сборах проверяли, что именно с этих мест у них лучше всего простреливаются подходы кибуцу, и они могут защитить его. В этом есть логика. Да? Да, но, к сожалению, в другом кибуце ситуация происходила аналогичная, то есть тоже все оружие было в комнате специальным закрытым помещением, а до этого оно хранилось у них дома, но их армия заставила сдать это оружие в эту комнату. Ключ был у ответственного за это, он побежал открывать эту комнату, по дороге его убили, в результате ключа больше ни у кого не было, и весь кибуц остался без оружия, это была страшная трагедия. Так что вопрос дискуссионный, держать дома или нет? Держать дома, держать кибуц, вопрос, где это находится, опять-таки это, но смотрите, сегодня в Америке где-то 600 миллионов оружия ходит по рукам. Легально 300 миллионов с чем-то. То есть если брать даже легальное оружие на душу населения, то в Америке примерно 120 единиц легального огнестрельного оружия на каждые 100 человек. Да? Да? Если брать нелегальным, то за 200. И в Америке, допустим, именно вот такое отношение к оружию, оно с одной стороны создало Америку, создало американский либерализм, уважение личности к личности, попробуй не уважать, если он может вдруг вытащить пистолет. Да? Это с одной стороны работает. С другой стороны, с другой стороны, еще 50 лет назад администрация Линдона Джонсона, президента, заявляла, что огнестрельное оружие является главным орудием смерти и американской преступности. у них от огнестрельного оружия, имеющегося у населения, погибло больше людей, чем во всех американских войнах, во всех войнах, которые вела Америка, начиная с войны за независимость. Когда при Линдоне Джонсоне это говорило, у населения ходило по рукам около 90 миллионов единиц оружия. Сегодня это 600 миллионов. Теперь мы понимаем, что там на сегодняшний день в Америке это просто количество жертв именно огнестрельного оружия, оно сравнимо с количеством жертв в гемии. Допустим, в 20-м году он считался таким вот наиболее это наибольшее количество пострадавших было 45 тысяч. Погибших от огнестрельного оружия в результате убийства или самоубийства. А на следующий год в 21-м году было уже 48 тысяч. Понимаете? Поэтому Многие считают, что преступники и убийцы они и так найдут оружие. То есть у них проблем ты же сам приводишь пример, что нелегального оружия больше чем легального. Поэтому как бы не в этом проблема. То есть ты можешь разрешить большая часть нелегального оружия произошла из легального. То есть человек потерял, человек ушел. Ну уж у человека украли. Опять-таки вот и пытаются себе крадут, залезают дом, крадут вещи, а если там есть несколько стволов, их украли. С этого момента они нелегальное оружие. все опять-таки я не говорю о том, что нужно защищать, забирать население оружие, но просто вот я у меня был друг, когда я был мальчиком, маленьким. До третьего класса у меня был очень хороший друг, Димка, он был кореец, он жил на один этаж ниже меня, я жил на четвертом этаже, он жил на третьем этаже. И еще у нас был один общий друг, он был из иранской семьи, это Бухара, поэтому много разных националов. И однажды я сидя в своей квартире услышал выстрел. Это вот мальчик иранец пришел к Димке, у папы Димы было ружье, папа Димы закрывал ружье, но ключ охранил дома, и Дима посмотрел, где он хранил ключ, он вытащил у него и стала ключ, и открыл ружье, и они с ружьем начали играться. И в результате один из мальчиков иранец погиб, а у другого была травма на всю жизнь, пришлось увезти, я его больше не видел. Детский, потом уже я его нашел, мы встретились один раз. но я просто к тому говорю, что оружие, которое хранится дома, это очень небезопасная вещь. И когда в доме есть дети, и когда в дом могут прийти воры, и наконец, то, что бывает в любом доме, ссоры, ну, сколько раз это бывает, что во время ссоры там или муж, или жена хотят бросить друг на друга склоками, а теперь представьте себе, что у них есть еще и оружие дома. Это как-то увеличивает количество возможностей убийств или криминальных случаев на бытовой почве. Хотя правильно мы можем сказать, что отсутствие оружия это не гарантия того, что вас не прыгнут пухлым ножом. До сегодняшнего дня. Мне кажется, еще тут одну вещь надо отметить. Извини, что тебя перебиваю. А мы неоднократно, кстати, делали на эту тему программу с адвокатами. В Израиле очень и очень жесткие законы по правилам применения оружия. Поэтому не случайно человек, который получает лицензию, для того, чтобы получить лицензию, он должен прослушать специальный курс, он должен ежегодно отстреливать определенное количество раз в тире и получать справку для возобновления лицензии на он должен отмечаться у психиатра. Отмечаться для того, чтобы правильно применить оружие, причем адвокаты четко разделяют. Одно дело, когда оружие применяет работник правоохранительных органов, допустим, полицейский или военнослужащий, у них немножко более мягкие правила. А когда гражданский достает пистолет, во-первых, даже просто достать пистолет и не выстрелить, это уже ты попадаешь под следствие. Поэтому очень и очень сложно. И вот сейчас в тот момент, когда вот идет такая вот массовая раздача оружия, ты совершенно прав. То есть мы находимся на пороге колоссального изменения. То есть вот как только начнут эти ребята доставать это оружие, просто даже вскидывать, еще не стрелять, представляете, какое количество судебных процессов сейчас начнется? И какое количество критиков будет о героях Израиля, которых преследуют? Я уж не говорю о том количестве людей, которых просто застрелят. Так что проблема очень и очень серьезная. Это очень-очень серьезная проблема, но, как сказать, общий знаменатель. У нас застало большое горе в ненадлежащем дежурстве, правительстве, которое можно назвать лучшим правительством за всю историю Израиля. Правительство непрофессионалов, правительство шкурников, правительство воров, как мы говорили, в других передачах и так далее. Это правительство в тот момент, когда потребовалась профессиональная реакция, оно спряталось под стул. Мы это видели не только на карикатурах, мы это видели на вакууме власти, который происходил в первые дни, да и происходит сегодня, если мы смотрим по всем городам Израиля, потому что происходит страшная вещь, добровольцы фактически подменяют собой государственные власти, муниципальные власти, но как правильно опять-таки пишут в фейсбуке многие, что мы же налоги платим не волонтерам, мы огромные налоги платим государству, но это правительство оно не справляет своими задачами, это правительство непрофессионалов, это правительство поджигателей и так далее, и так далее, и так далее. И вот это правительство должно в этот момент, когда есть такое огромное горе, министры хотят сделать свой маленький политический гэшэф, небольшой, это не всегда просто разворовать деньги, вполне возможно, что Дерри там с евреи, иудаизмом Торы, которые просто воруют, они наносят гораздо меньше зло, чем вот эти герои, которые пытаются сейчас, фактически, что сейчас пытаются создать Бенгвирзи, он по факту пытается создать свою гвардию, которую он пытался. Национальную гвардию, он с этим шел на выборы. Бенгвирзи, да, вот это вот Бенгвирзи, это то, что он сейчас создает. А понятное дело, что большая часть оружия идет, ну, его, будем говорить так, политически близкими ему группам, и именно там она раздается, именно их там активно агитирует, езжайте, получайте. по большому счету это а, возможность многих убийств, потому что мы же не знаем, учитывая их взгляды, там, завтра они, я не знаю, решат зайти в ЛГБТ-хнигву и расстрелять, такое может быть, а послезавтра они решат зайти в, я не знаю, какое-нибудь отделение партии, другой, который будет с ними спорить, и расстрелять, или в синагогу, которая молится не так, как они, или еще что-нибудь. Или в свинной магазин. Да, или в деликатесный магазин, с них тоже такое хватит. Но, это не только убийство, в том числе массовое убийство, а еще одна из вещей, которая возможна, это может быть подоплека к будущей гражданской войне, потому что представьте себе большая демонстрация против правительства, и выходят эти молодчики, которые пытаются расстрелять демонстрацию. и что происходит дальше? Вообще, такое же было, Давид, в 30-е годы в одной европейской стране. Нет, я понимаю, но, более того, в Израиле, этот, еще в 90-е годы нам, мы, я видел некоторые пункты, там, организации, названные в честь Абеншай, Гринсвайг, Гринсвайг был левым активистом, который выступал против ненужной Израилю, как ему казалось, войны в Либане. А в эту демонстрацию, в которой он участвовал, полетели бомбы. Он был погибшим, единственным, потому что люди, которые кидали, они были не шибы, профессиональные бомбисты. Но, то есть, это было, это было в Израиле в начале 80-х. Поэтому это возможно, это, к сожалению, возможно. И вопрос, сколько еще это правительство натворит зла? Это будет зависеть от того, когда закончится война и что произойдет вслед за этим. Спасибо. Спасибо большое, Давид Эдельман, историк, политтехнолог. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.